Сегодня в мире отмечают Международный день студентов. Правда, в Молдове о нем вспоминают нечасто. Молодежь все больше предпочитает уезжать на учебу за границу. За 15 лет число студентов у нас сократилось вдвое. А те, кто решил остаться в стране, говорят, что хорошим подспорьем для них была бы достойная стипендия. Министерство образования не располагает данными о том, сколько студентов учатся в вузах Молдовы. Но, несомненно, их с каждым годом все меньше. Аналитик в области экономики Вячеслав Ионица заявлял в прошлом году, что тогда их количество было самым низким за последнюю четверть века – чуть меньше 57 тысяч человек. При том, что в 2006-2007 годах в вузах страны обучались около 128 тысяч студентов. В этом году количество студентов сократилось на 2900 человек. Это происходит после роста, который фиксировался в 2020-2021 годах, когда количество студентов достигло 56 800 человек. Это самый низкий уровень с 1997-1998 годов. Фактически сейчас у нас самое маленькое количество студентов за последние 25 лет. Эвелина Кожакарь – студентка первого курса технического университета. Нам девушка поведала, что изначально планировала учиться за границей, в итоге решила все же остаться в Молдове, но столкнулась здесь с некоторыми трудностями. Есть трудности, и не у всех есть стипендия, и возможность получить все необходимое для учебы, например, некоторые материалы для лекции, другое. Но я стараюсь добиваться успеха разными способами, применяю творческий подход. Стипендия – первая, на что указывают студенты, когда рассказывают о том, чего им не хватает. Она не только помогла бы покрыть финансовые потребности, но и была бы хорошей мотивацией для учебы. Чтобы ни в чем не нуждаться, студентам сейчас приходится работать. Ты получаешь стипендию? Нет. Но хотел бы? Хотел бы, потому что я живу в общежитии, нигде не работаю, и из-за того, что нет стипендий, мне довольно сложно себя содержать. Довольно сложно, прежде всего, потому что приходится совмещать учебу и работу. Преподаватели при этом говорят, что студенты, которые получают высшее образование в вузах Молдовы, учатся очень прилежно и точно смогут стать компетентными специалистами в тех областях, которые выбрали. Они очень хотят учиться. Даже если мы иногда не на одной волне, мы все равно вместе. Мы многому можем у них научиться, поскольку они постоянно обучаются, и мы как в зеркале отражаемся друг в друге. И надо отметить, что большинство студентов, с которыми пообщалась наша съемочная группа, действительно очень увлечены учебой. Надо уметь организовать себя так, чтобы и добиться успеха на парах, и успевать осваивать новую информацию, которую мы постоянно получаем с первого по четвертый курс. Также нужно успевать вовремя сдавать все лабораторные. Студенты не исключают возможности уехать после окончания вуза в другую страну, но связано это только с тем, что они надеются найти хорошую работу. А если возможность развиваться в своем деле и хорошо зарабатывать будет в Молдове, молодые специалисты готовы оставаться дома. Все зависит от того, как будет складываться мое дальнейшее обучение. Если я найду здесь работу, то почему нет? Я останусь здесь. В конце концов, я здесь родился, и я хотел бы здесь жить и участвовать в развитии своей страны. В Молдове обучаются около 56 тысяч студентов, более 5 тысяч из них – иностранцы. Наиболее востребованными специальностями остаются экономика, право, информационные технологии и стоматология.